В Щебекино сегодня было громко, паблики Белгорода сообщают о прилетах. Также ВСУ нанесли удары по поселку Карпаты под Волчевском на неподконтрольной территории Луганской области. Ранним утром дрон Камикадзе атаковал и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Вот сейчас, Ольга, ты видишь и уважаемые зрители видят результаты вот этих вот обстрелов. И тут надо сказать, что, Ольга, как бы обстрелы российско-подконтрольной России территории, обстрелы России со стороны, ну, с одной стороны, скажем, неизвестных товарищей, с другой стороны, как бы можно догадаться, кто эти товарищи, стало нормой. Это правильно или это перекос? Потому что очень многие пишут, что вот русские бессмысленно обстреливают и украинцы стали бессмысленно обстреливать. Нет, я считаю, что, конечно, в этом не то, что разные смыслы, это просто вообще разные действия. Если по отношению к Украине и Россия проводят, да, агрессию, войну и бомбит мирные города, не только инфраструктуру, то, во-первых, это все-таки, давайте называть словом, возмездие. И это было неизбежно. Во-вторых, кто бы это ни был, кто бы это ни был, это возмездие. Во-вторых, все-таки речь идет об ударе по инфраструктуре. Вы говорите, мы говорим, в Щебикино было громко. Вы показываете автобусы с выбитыми стеклами и есть повреждения на НПЗ. Мы пока не слышали о жертвах, хотя я думаю, все-таки они будут. Они будут, хорошо бы, если бы не пострадали люди, я бы сказала так, не могущие принимать самостоятельного решения. Ну, прежде всего, дети. Да, прежде всего, дети. Все остальное было неизбежно. И если мы говорим с вами о партизанской войне, о диверсионной борьбе, что неизбежно. Если мы говорим о том, что перемены в России будут необходимы, но это никогда уже не будут бархатные перемены. Никогда уже. Вот никогда уже эта власть, которая будет отстреливаться до последнего патрона, никогда уже без крови в России уже не обойдется. Редактор субтитров А.Семкин